Всем привет! Итак, в общем, я на работке. Что хочу вам сказать. Я с собой взяла пробник мужской туалетной воды от Фиберлик на виночку Деспирадо, и я хочу полностью его на себя сейчас нанести, вот, и буду ходить целый день и, как бы, смотреть на свои ощущения. Вот. В общем, буду ходить и тестировать его, как, может быть, люди отреагируют. Ну, а главное, конечно же, свои ощущения. В общем, наношу, и, я думаю, прям, ну, много, прям полный, наверное, нанесу на себя. Ух, пошли, пошли капельки. И на пол, и на себя. Всё, полностью вылила. Буду сегодня в мужской туалетной воде. Так, ещё раз привет. Я, значит, снимала-снимала там чего-то. Вот. Села, думаю, надо домонтировать, да, посылку пойти забрать. А что вы думаете? У меня же не снялось. Вот. Получается, что сейчас я включала камеру на работе. Вчера. Вчера я включала камеру на работе в раздевалке. Я думала, что это будет такое добавочное к первому дню. Оказывается, в первый день я ничего вообще не сняла. Не знаю, как так получилось. Что-то у меня тут покраснение. Пришла с работы, покушала. Без 15,2, значит, была она мимо почты. Почта закрыта ещё. Так что сейчас вот я пью кофеёк и иду на почту, забираю посылочку. Это который у нас был обмен парфюмерный. Вот. Так что мне посылка пришла парфюмочка. Посмотрим вместе. Я, правда, ну я знаю, какие два аромата мне идут, но я почему-то... Надо посмотреть, какой... Ну, в общем, не важно. Сейчас открою и посмотрю, какой именно, да. Так. Хотела вам показать. Я, значит, недавно купила себе... А что я себе купила? Два крема. И всё, что ли? Ну, наверное, да. Два крема. Мне показалось, ещё что-то купила себе. Ну, ладно. Два крема. Купила себе два крема из фирмы Vitex. В общем-то, да, белоруса. А всё почему? А всё потому, что у меня уже совсем мало осталось крема от, значит, Фаберли Кореноваш. Вот прям совсем чуть-чуть я уже тут выколупливаю, знаете, уже как бомжоночек, бомжушечка. Думаю, надо пойти и купить себе. Ну, я уже, конечно же, когда снимала, распаковывала, ну, эти самые коробочки я повыкидывала уже. Так, значит, это Vitex. Кашемир называется линейка. Крем-кашемир разглаживающий против морщин ночной и дневной я взяла. Здесь написано 45+, но я вообще в это всё не верю. Для меня крема подразделяются по типу кожи. Сухая, комбинированная или жирная. Всё, всё остальное это ерунда. Кстати, завтра иду уже краситься и стричься. Так что буду похожа на человека. Вот, значит, мне нравится. Вот прям очень даже мягенький, хорошенький. Знаете, он такой по консистенции, по ощущениям, как будто крем. И в крем добавлены какие-то масла. Очень приятный крем. Не быстро впитывается. Вот прям хорошенький. Ночной, конечно, сейчас я взяла. Он более жирный, но и дневной, ну, практически такой же, знаете. Но как-то ещё днём я его не использовала. Потому что я всё-таки решила добить крем Реноваш, чтобы он уже попал в пустые баночки этого месяца. Ну и, в общем-то, я же купила себе тоник Реноваш. И поэтому вот так вот всё вместе это очень классно работает. А сейчас я думаю, что мне жалко использовать тоник Реноваш с белорусскими кремами. Думаю, может быть, себе тоник от белорусов купить. Ну, в общем, вот такое. Почему-то, мне кажется, я покупала не только два крема, а ещё что-то я брала. Или мне причудилось. Ну, ладно. А, подождите, сейчас я вам ещё расскажу про парфюм новый мужской. Я в нём была вчера, опять же. В общем, пробничек у меня пустой. Туалетная вода новинка мужская. Я Деспирадо от компании Фаберлик. Мне очень-очень понравилось. Я вчера была на работе. Полностью весь пробник на себя вот так вот вылила. Ну, вы чуть-чуть ранее это всё видели. В общем, мужу не досталось. Муж не тестировал этот пробник. Как ощутила аромат я? Сначала, конечно, целый пробник мужской туалетной воды. Это многовато. Но я его слышала. Как вам сказать? Я спросила у сотрудницы, вот буквально 15 минут после нанесения. Слышит ли она от меня какой-то аромат? То есть я начала там рядом возле неё ходить. Она говорит, да, аромат есть. Значит, не громкий, но есть. То есть шлейф у этого аромата, он очень тонкий и очень такой акварельный. Вот. Я говорю, ну, это мужская туалетная вода. Она удивилась и сказала, что если бы я ей не сказала, она бы и не подумала, что туалетная вода именно мужская. В общем-то, классный. Можно носить. Никто ничего о вас не подумает плохого. Про аромат. Ага, вот, значит, здесь у меня прям сразу картина. Ой, картиночка. Вот он. Вот аромат. Вот аромат. Деспирадо. Значит, что здесь заявлено? Пряное яблоко, аккорд свежести и высокогорная лаванда. Значит, чувствуется свежесть, чувствуется лаванда. Именно свежак такой. Да, немножечко а-ля мужской. Ну, потому что я думаю, что я много на себя нанесла. Вот полтора миллилитра. Это много. Стойкость хорошая. Из расчета полтора миллилитра. Очень хорошая стойкость. Просто до вечера. Я еще была в вязаном шерстяном свитере, который очень классно впитывает в себя парфюмерию. И очень красиво на свитере звучал. Значит, что свежачком от меня веяло, наверное, час, может быть, даже два. То есть, это все-таки старт, я так считаю. Потому что вот именно аромат видоизменился три раза, да. Первое, это был такой свежий лавандовый акватический аромат. Да, немножечко отголосок мужской. Меня это не душило, не напрягало. И более того, как бы вот именно шлейф такой полупрозрачный, звонкий, тонкий, он людям не навеял, как бы, мысль, что на мне, на девушке мужской парфюм. Вот. Сердце аромата, конечно же, появляется яблочко. Яблочко теплое, мягкое, даже где-то действительно пряное. И даже зеленое, и пряное, вот как-то играет, знаете, то ту ноточку выдаст, то и этот аромат. Мне понравилось. Это яблоко просто замечательное. Я ходила, наслаждалась, вот прям наслаждалась. База. База очень уютная, теплая, мягкая. Это как будто бы у вас, вот знаете, пряное яблоко, указано, да, пряное яблоко. Вот как будто бы какой-то, вот кто-то в кабинете съел пирожок с корицей и ушел, да. То есть как бы пирожка нет, человека нет, а вот какой-то такой флёр остался, да. То есть это что-то не булочка, вот пирожочек, вот что-то такое вкусное. Как бы оно не сладкое, не очень кондитерское, но при этом такое уютное. И я поняла, что это аромат на зиму, на осень, мне кажется, будет просто супер. В общем, я пришла домой вчера, и уже поздно вечером. Я потому что сел на шею, где-то там что-то себе на кожу, да, попал, не только на одежду. И я ощущала вот эту уютную базу. И знаете, я себя как бы поймала на мысли, что у меня какая-то ломка происходит, потому что я понимаю, что аромат угасает, и держался он на мне действительно очень долго, часов 8, да. Вот, ну много нанесла, естественно, но опять же, с флаконом можете тоже на себя вылить полтора миллилитра. Значит, я про что? Я чувствую, что аромат на мне уже угасает, и я хочу его еще, понимаете? А я понимаю, что у меня больше нет. И у меня такое немножечко, знаете, как у наркоманов ломка такая. Я понимаю, что, блин, мне надо, мне нужно еще. Вот, я очень прям-таки расстраивалась вечером, но потом я на себя нанесла другой аромат. Думаю, ладно, буду наслаждаться другим. Так вот, я про что? Я думаю, что 70% скидкой я возьму этот парфюм. Получается 1600 минус 70%, правильно же я понимаю? Вот мне интересно, еще сверху будет, ну, я как бы, когда буду делать заказ, я узнаю. Значит, 1600 минус 70%, это значит, аромат мне обойдется в 480 рублей. А будет, правда, еще скидка 20% моя. Если будет, то вообще 384. Ну, посмотрим. В общем-то, это даже за 500 рублей очень даже хороший аромат. Так как у меня есть любимчик туалетная вода мужская от компании, опять же, Фаберлик Цельсиус, но Цельсиус на лето, этот аромат подойдет на все остальные времена года, и на весну, и на зиму, и на осень. То есть, это не слишком сладкий аромат, он даже где-то и свежий, но вот база настолько прям уютная, знаете, как будто бы вы в плед укутались, и сидите, знаете, вот прям пирожки едите вкусные. Ну, и вот что-то такое, корица не пахнет, но вот чем-то вкусненьким пахнет, и все. То есть, вот именно пряность, да, пряное яблоко, вот что-то есть там немного пряное, вот прям где-то-где-то очень далеко. В общем, классный аромат, я его вчера носила и еще хочу, поэтому скоро буду снимать обзор на второй каталог, и не обзор даже, а свои планы, да, планы покупок. Вот. Не всегда, конечно, получается. Вот я в прошлый раз снимала, что хочу купить, когда уже села заказывать, то того нет на складе, то этого, то есть не факт, что получится все то, что я себе придумала, но этот аромат я в хотелочке точно себе записала. Все. А теперь, наверное, давайте сходим с вами на почту, заберем посылочку, а может быть две мне там уже посылочки пришли, и распакуем с вами. Решила вам еще рассказать. Я себе у себя отрыла вот такие тени от фирмы El Corazon, в общем-то, им 100 лет в обед, но вот так как я крашусь, да, раз в год, в общем-то, мне больше не нужно. Вот такие сиреневые я нанесла себе вот сюда, а здесь я коричневыми тенями просто сделала складочку века. Очень, по-моему, симпатично смотрится. Конечно же, уже полдня прошло, даже чуть-чуть больше, уже тени немного не такие яркие, но вполне себе. И использую я новую помаду, которую вот я показывала в заказе номер 4697. Это помада Balsam Glam Team. Очень красивый цвет. Вот мне кажется, сюда прям подходит. Сейчас, кстати, пока кушала, я смотрела видео расхламление, вот, и я там помады, все свочи, и я стала обращать внимание на более вот такие розово-лиловые холодные оттенки, да, холодные. И я поняла, что раньше я любила всегда помады в оранжевый уходящий, то есть такие вот прям теплые, ярко-теплые, да. А сейчас я даже смотрю на себя и понимаю, что мне очень даже неплохо вот и с такими помадками тоже. И вроде бы цветотип-то мой не поменялся, но что-то поменялось. Либо мои предпочтения, либо, ну, и не знаю, что, виденье себя со стороны, я не знаю, что. Но если раньше я любила вот прям оранжевые, да, практически помады, то сейчас меня тянет на вот такие помадки. Toasted Rose Avon Ultra. Ведь у нее тоже такой розово-лиловый оттенок, приглушенный, и я просто обожаю себя с этой помадой. Вот, обычно я даже, когда себя смотрю потом со стороны на видео, и мне очень сильно нравится. То есть я поняла, что цветотип не меняется, но почему-то иногда меняются наши предпочтения. Возможно, через какое-то время я на себя посмотрю со стороны и скажу, боже мой, ну, почему ты таким красилась? Ну, тебе же совершенно не шло это, да, вот прям было некрасиво. Но сейчас моя рука тянется, ну, и вообще мне очень нравятся вот эти помады, прям текстура, ну, супер. Вот это с одного нанесения, вот такой вот прям нют оттеняющий, да, в лиловый цвет, можно ярче. Видите? Сразу насколько вот ярче. И, кстати, вот так, когда ярко, мне не очень нравится. Мне вот нравится, когда еле-еле заметно на губах. Ну, теперь все, давайте уже пойдем на почту. Здрасте, а мне посылочку получить? Есть сютина. Одну или две. Получила. Она, конечно, пришла мне еще дня три назад, но мне все некогда было забрать. Дождик начинается, туман. Вот такая вот погодка, моросит. Ну, хорошо мне идти недалеко. Даже одной остановки нет, близко. Сейчас туда между домов и пойду. Так. Как тебя повернули? Все. Я дома прям бегом, бегом, бегом. Мне нравится, кстати, качество съемки. Мне кажется, лучше стало. В общем, достаем посылочку. Такие какие-то эмоции. Знаете, посылка, это как будто бы, ну, воспринимается как подарок. Ну, как что-то такое, прямо аж... Открываем. Так, 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 посылочка. Класс. Это, по-моему... Что это? Это... О, вот. Я хотела... Вот. Бодибербери. Это пробничек. Я хотела попробовать... Персики? Или не персики? Так. Давайте, давайте. Такс. О, есть. Тем временем открываем основной аромат. 30 миллилитров. Здесь будет... Он такой какой-то... Его можно отнести к нюдовым. Что-то в нем есть такое мягкое, такое... Обволакивающее. Ну, не кремовое, не пудровое. Но что-то очень такое мягенькое. Да что ж у меня, господи, совсем какой-то кошмар. Но при этом очень ярко цветочный он. Ну, я, конечно, думала, что здесь будет больше персиков. Хотя откуда вообще я взяла, что там должны быть персики, да? Я даже пирамидку-то не читала. Вот. Вот. Кинзо. Флауртек. Так. Туалетная вода. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Ой, красивенький. Смотрите, какой холесенький. Вот. Это такой свеженький, по-моему, да? Угу. Свежачок. Ну, флаур, значит, цветочный. Так. Нет, боди неплох. Ну, надо, кстати, еще поносить и потестировать. Я видела в миниатюрочках прям по 5 или по 7 миллилитров он продается. Так что... Ну, вау, он прям приятный, но как-то прям вау, я что-то не придумала его купить. Так. Вот это свежецветочный. Довольно-таки простой. Но этот аромат мне пришел, кстати, взамен. Мы обменялись взамен на ненавистную амбру от Эйвона. И это просто вообще идеально. Очень цветочно, очень свежо, очень природно, приятно. Такой, знаете, весна во флаконе. Хороший аромат. Вообще кинзо люблю. Ммм. Приятный очень даже ароматиц. Я думаю, что он будет шлейфовый. Так мне кажется. Вот, знаете, не ощущается пока что ничего, кроме очень много цветов. И все это такое свеженькое. Я, по-моему, читала пирамидку, но по ощущениям он очень цветочный. Очень такой... Ну, не сказать, что он холодный или легкий. Ну, да, более легкий. Ой, ну боди, кстати, раскрывается приятно. Очень даже. Очень такой уютненький, мягкий. Не слишком сладкий. Ну, вот прям приятный. Как-то были у меня, знаете, запрос про нюдовые, там, какие-то ароматы. Пижамные я их, да, еще, кстати, называю. Вот собираюсь снять аромат. И я еще поношу вот этот именно боди. Но вообще, я думаю, что вот этот аромат подходит к нюдовым и к пижамным, в общем-то. Нет, конечно, в нем можно ходить и нужно на улицу. Но я люблю более какие-то такие, знаете, искрящиеся ароматы. Вот как этот, например. Что-то в нем интересное есть. Цветы. Немножечко зелени. Он довольно-таки диффузный. Ну, не акватический, он свежий. Но какая-то нотка в нем есть, которая очень-очень интересная. Это не пряность, но вот что-то там есть. Нужно почитать обязательно пирамидку. Так, очень интересный, кстати, аромат. Я сейчас открыла, чтобы прочитать про него. Сейчас вот, читать весь отзыв. Я открываю iRecommons, да, по-моему. Очень интересный, очень цветочный, очень приятный. Мне интересно стало, что же в пирамидке. Давайте зачтем. Значит, в пирамиде у нас содержится... Так, где она? Вот она. Значит, верхние ноты мандарин, черная смородина и ревень. Действительно, ревень я прям ощутила. Вот, кстати, мандарин... Нет, больше сердце я слышу. Именно цветочные ноты. А это жасмин, ландыш и пион. Ну, ничего конкретного. Но очень просто цветочные цветы. Вот такие, да, легкие. Ну, жасмин... Может быть, жасмин некую такую, знаете, слегка кремовость может придать. Просто вот цветочный такой. И базовые ноты мускус, ваниль и чай. Это очень интересно. Вот, мне кажется, вот что-то чайно-ванильное. Немножечко проск... В общем, я не знаю, что именно, но что-то здесь... Вроде как все так слишком прям понятно, но что-то очень цепляет. Интересный аромат, мне понравился. Мне еще очень понравилось описание. Девушка пишет, что... Значит, flower tag, тег, да? Тег в переводе с английского бирка отметен на фирменный розчерк. Почему же такое название? Потому что аромат посвящен уличному искусству граффити. Вот. Поэтому это название несет в себе посыл уличного направления в искусстве. С его городской суматохой, движением яркими вечерними огнями, молодостью, энергией. Да, так позиционирует себя этот аромат. Действительно, это очень молодой, энергичный, девчачий, озорной. Но при этом вроде бы и простой аромат. Но этот аромат можно носить, мне кажется, везде абсолютно. Он очень даже приятен. Я очень рада, что произошел у меня вот такой обмен. И что теперь еще одна люксяшка, между прочим. Люкс, да, вместо Эйвена у меня появился в моем парфюмерном гардеробе. Он очень красивый. А сейчас, конечно же, я его буду носить просто, чтобы его как бы потестировать на себе, узнать поближе. Но вообще, я думаю, я его ставлю на весну. Прям красота. Прекрасный. А так что, Маргарита, огромное вам спасибо дважды. А первое спасибо это за этот прекрасный аромат, который мне очень понравился. А второе спасибо за то, что вы как бы предложили, согласились обменяться со мной ароматиками. Вот, я надеюсь, что вам аромат тоже подойдет. Он будет вас радовать. Стойкость, конечно, и шлейф там просто умопомрачительный. Так что, вот такой обмен произошел. На этом, наверное, видео буду заканчивать. Все. Спасибо огромное. До новых встреч. Пока-пока.